В городской системе функционирует 351 образовательное учреждение. В преддверии нового учебного года все объекты были проверены. В 106 школах, детских садах, центрах дополнительного образования провели работы по улучшению состояния учреждений. В том числе отремонтировали кровли, пищеблоки, спортзалы и прилегающие территории. На сегодняшний день все образовательные учреждения считаются принятыми к новому учебному году. Особое внимание уделили обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности. Испытаны все системы автоматической пожарной сигнализации, в некоторых учреждениях установлены новые. Проверена вентиляция, пожарные лестницы, огнетушители. В этом году школьников ждут два существенных изменения в образовательной программе. Предмет ОБЖ у нас заменяется предметом основы безопасности и защиты Родины. Он сокращенно называется ОБЗР. Мы оснастили 9 образовательных учреждений полосами препятствий. Все 9 этих учреждений – это большие школы для того, чтобы данной полосой препятствий, сдачей нормативов на этой полосе препятствий в рамках проведения НВП внутри предмета обеспечения безопасности и защиты Родины могли пользоваться на договорной основе соседние школы. Еще одно изменение этого года – возвращение предмета труды в образовательный процесс. В этом году мы в 4 школы полностью оснастили оборудование. Все школы, где кабинеты технологии были с охранными. Там и кабинет обслуживающего с труда для девочек, и мастерская для мальчишек, слесарное столярное дело. В нескольких учебных заведениях школьники будут заниматься изучением беспилотников. Новый проект федеральный – беспилотные авиационные системы. В этом году у нас две школы участвуют – 24 и 26. Подготовлена малая полетная зона, большая полетная зона. И ребята не только из этих школ, но и из соседних образовательных учреждений будут обучаться управлению беспилотниками. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки отчитался о работе за первое полугодие этого года. Отметим, что сегодня на учете в органах опеки состоит 4722 человека. Из них более 2000 – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. 87% детей проживают в приемных семьях или у родственников. Количество детей-сирот за последние полгода в городе уменьшилось. Это связано с тем, что государством оказывается очень большое количество мер социальной поддержки гражданам. С января по июнь 20 человек из числа детей-сирот были обеспечены жильем. Также детям-сиротам и лицам из их числа оказываются дополнительные меры социальной поддержки в виде выплат. Единовременное пособие в этом году получили 50 выпускников школ. Выплатами на приобретение для обустройства жилья воспользовались 42 новосела. Профильный департамент, кроме того, обеспечивает предоставление единовременной соцвыплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве единоличной собственности ребенку без попечения родителей. В 2024 году планируется отремонтировать 12 квартир. Семь из них уже обновлены. О своей работе за первые полгода отчитался департамент управления имуществом Самары. Важным направлением остается реализация программ по расселению аварийного жилого фонда. По словам руководителя департамента Александра Крючкова, с начала года 335 семей улучшили свои жилищные условия. 11 семей воспользовались госпрограммой региона развития жилищного строительства в Самарской области, а 324 семьи попали под действие программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.